Приветствую вас, Айдар. Давайте разберем ваш вопрос. Для начала, упорные дамы. Посмотрим. Вы встречаетесь с девушкой на протяжении 9 месяцев. У вас все было отлично. Потом вы 5-6 раз расставались, в этот раз последний раз расставались, по вашим словам, серьезно и, соответственно, в какое-то время не общались после расставания. Далее у вас общение налаживается, как вы говорите, вы начинаете встречаться, вы начинаете видеться. Вот девушка приглашает вас к себе для того, чтобы вы у нее переночевали. Вы, соответственно, проводите с ней время, да? Вот, вы проводите с девушкой время, вы живете с ней интимной жизнью, значит, ну, с девушкой вы живете, я имею в виду, интимной жизнью. Вот, и, соответственно, вы хотите узнать у нее, нужны ли вы ей? То есть, вы пытаетесь узнать, нужны ли вы ей, на что она не хочет давать стопроцентный ответ, то есть не хочет давать четкий ответ. Вот, соответственно, вы спрашиваете, можно ли ее вернуть, есть ли шансы вернуть, как ее вернуть, если это возможно, и что делать в такой ситуации. Давайте, таким образом попытаемся по порядку сказать вам дать ответ. Первое, на что нужно обратить внимание, на то, что у вас совершенно не впервые происходят конфликты. Вот, это первое. То есть, совершенно не впервые у вас возникают проблемы, у вас возникают трудности, вы расстаетесь. Если это происходит таким образом, то, соответственно, нужно рассматривать, что именно приводит к ссору, нужно рассматривать, что именно приводит к конфликту и почему. Ну, какой вы вносите вклад в конфликт, в ссору девушка, что именно она, что лично она делает для того, чтобы был этот самый конфликт. Если, если этого не сделать, если так не поступать, если не разобрать природу конфликта, да, то могут быть у вас довольно серьезные проблемы. Проблемы. Довольно серьезные могут быть проблемы. Проблемы. Там и там. Вы можете расстаться навсегда. Я вас не пугаю сейчас, я не хочу, чтобы вы думали, что я вас пугаю, не хочу, чтобы вы думали, что я вас пытаюсь как-то сплощать. Вот, ничего такого нет, в принципе. Вот, я просто говорю об этом, что проблематика такого рода существует, существует. Вот, и что если ничего не сделать, то вы, вы можете, эээ, совершенно спокойно своей девушке рассматривать. То есть, что я хочу сказать, я хочу сказать следующее, что необходимо, необходимо исключить возможность появления в будущем конфликтов между вами. Сделать это необходимо, потому что если между вами будут конфликты, если между вами будут проблемы, то ваши отношения так или иначе будут обращены на провал. Вот, просто потому что других вариантов здесь нет и быть не может принцип. Следующий момент, следующее, что хочу вам сказать. Тот факт, что девушка общается с вами хорошо, занимается с вами сексом, зовёт вас на встречу, проводит с вами время, место вы с ней ночуете, говорит о том, что, эээ, в целом вы ей нравитесь, эээ, в целом вас, эээ, все устраивает, в целом вы, эээ, эээ, ей хочется быть с вами. Но, есть вещи, которые ей не нравятся, есть вещи, которые её напрягают, и есть вещи, которые её не устраивают, и есть то, что её отталкивает. И, вероятно, её отталкивает некая близость с вами, вероятно, что это ещё, вероятно, сама близости боится, может быть, может быть, есть ещё какие-то проблемы. Вот, поэтому, вам не нужно её возвращать, потому что она esa lengangle по тому, что вы пишете, она от вас никуда, в общем-то, и не уходила В этом, в этом смы... ну, в этом... в этом... смысле слова она от вас никуда не уходила. В этом смысле слова она с вами, по-прежнему в этом смысле слова она с вами в отношениях как была, так в принципе и, как бы, ну, оставалась, ну вот, то есть она никуда не уходила, этого, вот. И здесь, на мой взгляд, очень важно вам подумать, что для вас означает девочку вернуть, ведь сейчас по факту вы их встречаетесь, то есть чего вам не хватает, это того, чего вам не хватает, вероятно, ваша проблема, вероятно, то, что девушке не нравится, то, что ее может атаковать. Следующий важный момент, это момент о том, что вы пытаетесь выспрашивать ее, нужны ли вы ей? То есть вы выдаёте вопрос, такого плана. Так, нужны ли вы ей? На мой взгляд, этот вопрос, свидетельствует о том, что вы сомневаетесь в собственной ценности, вы сомневаетесь в собственной... ну, в значимости, ну, у вас, короче говоря, заниженная, вероятно, самооценка. Если так, то эта проблема, опять же, важная и ее нужно решать вам своими собственными силами, в том числе с помощью психолога. Это, ну, важный момент, на это очень важно обратить внимание, что вы вот спрашиваете нужны ли вы ей? То есть, есть ощущение, что без нее вы не можете, есть ощущение, что вам вот она прям важна, вам вот она прям нужна и... как бы, как бы, боитесь, боитесь вы оставаться, собственно, ну, без... без нее, вот, боитесь вы... девушка. Если это так, то, значит, ну, проблематику, если это так, то проблематику нужно решать, опять же, с вашей стороны. Ну, так, ну, так, ну, так, нужно решать проблематику эту. Вот. Дальше, значит, вы хотите ее вернуть. Ну, вот, тоже такой довольно важный момент, да? Для чего вы хотите ее, ну, вернуть? Вот. Чтобы что вы хотите ее вернуть? Вот. Грубо говоря, цель какая у того, что вы хотите ее вернуть? Вот. Это, наверное, очень такая важная история, вот. На... Который... Который... На... Который... Которую... Вам нужно ответить. Потому что... Это... Крайне... Важный момент. Вы хотите ее вернуть для себя. Вот. А... Этот момент очень важен. Не для... Не для нее вы хотите это сделать. Для себя. Да. И... Ключевой... Момент... Здесь... А... В том, что... Нужно это вам. А... Вы... Вы... Когда это нужно вам, а вы... Со... Соответственно... На... Девушку... Ну... Обращать гораздо меньше внимания. Сама по себе, она вам... Ну... Нужна, не нужна. Поскольку, поскольку. Вот. К сожалению. Моему... Большому. Большому. К сожалению. Вот. Поэтому... А... Вот. Такие проблемы. Вот. Я бы хотел... Обратить ваше внимание еще на... Один момент. На мой взгляд. Момент достаточно важный. Это момент, связанный с тем, что... Вы говорите, как поступать в этой... Ситуации. Спрашивать. Спрашивать. Вы как поступать в этой ситуации. Я... Совершенно. Точно. Могу. Вам. Сказать. Что... Нужна... Цель. Нужна... Цель. И... Цель нужна... Ну, я бы сказал максимально корректно, ну ладно, то есть максимально корректно именно с точки зрения девушки. Вот. Именно с точки зрения того, что именно ваша девушка будет хорошо, приятно, да, и так далее. Вот. А если, если этого не сделать, то может быть серьезная проблема у вас? Вот. А именно в том, что ей будет всегда или почти всегда, значит, будет казаться, что в какой-то степени... Вы ее используете. Вот. И ничего хорошего, опять же, из этого не получится. Вот. Для вас, да, ничего хорошего. Вот. Поэтому тут вот такой момент я должен вам раскрыть, должен вам показать. Шанс таким образом есть, конечно же. Вот. Но вам этим шансом нужно воспользоваться. Вот. И чтобы этим шансом воспользоваться, необходимо больше внимания, больше внимания уделять именно девушке. Вот. Если вы будете это делать, если вы будете больше внимания уделять ей, то ситуация будет гораздо, 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 гораздо лучше. И вы сможете сохранить с ней отношения. Ну, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Помните, пожалуйста, о том, что лучше всего, лучше всего проблему можно решить через работу с психологом. Ваши проблемы. Ваши проблемы. Ваши проблемы можно лучше всего решить через работу с психологом. Вот. И это же поможет вам сохранить отношения с своей девушкой. Вот. Всего вам самого доброго еще раз и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok